Библейский портал экзегет.ру представляет Да, почти дословно, но только уже сделали-сделали. Бецалал сделал ковчег из акации, два с половиной локса длиной, полтора шириной и полтора высотой. Покрыл его чистым золотом изнутри и снаружи и обвел золотой каймой. Это главная святыня Ковчега Завета. Он сделал четыре золотых кольца, прикрепил их к четырем ножкам ковчега. Два кольца с одной стороны ковчега и два с другой. Он сделал шестые из акации, покрыл их золотом, вставил в кольца по обе стороны ковчега, чтобы носить его на шестах. Он сделал для ковчега навершие из чистого золота, два с половиной локса длиной и полтора локса шириной. По краям навершия он сделал двух херувимов золотой чеканки, одного с одного края, другого с другого края. Они составляли с навершием единое целое, стоя друг другу лицом и глядя на навершие, они пристреляли над ним крылья. И еще раз повторю, мы даже точно не знаем, как это было, но вот, видимо, они как такую спинку и рукояти трона создавали своими крыльями. Он сделал стол из акации, два локтя длиной, локоть шириной и полтора локтя высотой, покрыл его чистым золотом и обвел золотой каймой. По краям его он сделал стенку высотой в ладони и обвел эту стенку золотой каймой. Видимо, чтобы там не падало ничего со стола. Он сделал четыре золотых кольца и укрепил их по четырем углам стола над ножками, чтобы вставлять в эти кольца шесты, когда нужно будет переносить стол. Кольца прилегали к стенке. Он сделал из акации шесты для ношения стола и покрыл их золотом. Он сделал из чистого золота сосуды, которые должны были стоять на столе, блюда, ковши, чаши и кувшины для возлияния. Он сделал светильник, чеканый из чистого золота. Его ствол, ветви и чашечки, основание чашечек и лепестки составляли единое целое. У светильника было шесть ветвей, три с одной стороны и три с другой. На каждой из шести ветвей было по три чашечки, как цветок миндаля с основанием и лепестками. На самом же светильнике было четыре цветка, как цветок миндаля с основанием и лепестками. Под первой парой ветвей основание чашечки, под второй парой основание чашечки и по третьей парой основание чашечки. Так было под всеми шестью ветвями. Ну, это вот семисвешник, да, один прямой и шесть боковых. И основание чашечек и ветви составляли одно целое со светильником, все было чеканным из чистого золота. Он сделал семь лампад, сделал из чистого золота щипцы для фитилей и кадильницы. На светильник и на все его принадлежности ушел один талант чистого золота. Ну, это вот утварь, которая стоит в Скинии, которая, в общем, повторяет утварь любого дома кочевника, но гораздо более роскошная, да, то есть там стол, светильник, вот то, что необходимо ему. Но это вот для Бога дается как некий увеличенный и, естественно, очень роскошный вариант того, что есть и у простых людей. Он сделал из акации жертвенник для воскурения, квадратный, локоть в длину, локоть в ширину и два локтя в высоту. Роги жертвенника составляли единое целое с жертвенником. Роги — это вот выступы на углах. Его вверх, в стороны роги он покрыл чистым золотом, обвел его золотой каймой. Он сделал два золотых кольца и прикрепил их под каймой, по бокам, чтобы вставлять в них шесты для ношения жертвенника. Все переносное. Он сделал шестые из акации и покрыл их золотом. Он приготовил священное масло для помазания и чистый, искусно приготовленный состав. Благовоние для воскурения. Ну вот, пересказ в основном из 25 главы, но только не сделай, а сделал. В 38 главе все продолжится, но вот это вот действительно не самая интересная часть книги, именно в силу ее повторов. Но так вот им было важно показать, что все было сделано строго по Господнему повелению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok